Именно геи являются важнейшей движущей силой, составной частью креативного класса. Поэтому я считаю, что правление геев не так плохо для современной России. Спросите господина Медицкого. Спасибо, господин Кургинян. Я бы голодно ходил в шкурхе, только не из норок, а из госпожи Собчака. Вот у вас уже есть решение, Александр Агрейс. Мы уже разбираем повестку дня. Пожалуйста, господа. Жалкий. Спасибо. Вы сказали, что нельзя смешивать норки и ватники. Кто сказал, что есть креативный класс гегемон? Вы говорили, что нельзя смешивать норки и ватники. Да или нет? Можно ответить на мой вопрос? Нет, ответьте я, девушка. Я хочу, чтобы вы первой ответили на мой вопрос. Девушка или не девушка, это вопрос. Болит ли у вас голова, это другой вопрос. Я спрашиваю сейчас про класс гегемон. Вы говорили, что у людей в норке... Вы не ответили, не ответили. Кто сказал про класс Гегемон? Теперь я спрашиваю. Кто сказал, что какие бы прозрачные и честные выборы не были, нас это не интересует. Это сказал Березовский. Кто сказал, что... Причем здесь Березовский? Я сейчас объясняю. Не я. Вы два сапога пара с Березовским. Два провокатора. Вы такой же подстрекатель. Вы здесь, а он сам. Замечательно. Березовский провокатор. Вперед. В Лондон. Вперед, поехали. Вы осознаете, что говоря с трибуны людям, которые вас слушают о том, что у норковых шуб какие-то свои интересы, а у нас, у народа свои, вы занимаетесь разжиганием классовой ненависти. Той ненависти, которая и привела к революции 17-го года. Вы отдаете себе в этом отчет? Госпожа Собчак, я отвечаю. С того момента, как вы сказали про норковый класс, вы начали разжигать ненависть. Я не говорила, это ваша речь. Я ее специально привезла. Вот ваша речь, где вы говорите о том, что вы и норку нельзя смешивать. С того момента, как вы сказали про норковый класс и сказали, что это классный демон. Я не говорила про норковый класс, это вранье. Я отвечаю. Вы говорили, это так же, господин. Я не говорила про передачи. Мы перепираемся. Ответьте на вопрос, пожалуйста. Вам говорит человек, не говорила на это. Я вам не отвечу тогда. Или как вам сказать. Я это сказал, я это буду повторять. Вы осознаете, что это разжигание классовой ненависти? Вы это осознаете? Вы отказываете классовую ненависть вы. Но если вы ее разжигаете, то бедные люди имеют право вам ответить. Вы отказываете людям, которые работают, которые являются пассионариями, вы отказываете этим людям в праве любить родину, в праве выходить и высказывать свое мнение, и в праве требовать честные выборы. Вы отказываете по признаку того, что они являются средним классом. Я вам ответил, я сказал это, и я еще не то скажу. Да это я не сомневаюсь. Это я не сомневаюсь. Вот так я на деле усвоил понятие классовый враг. Брэхт. Уважаемый, нет, ну цель-то какая у вас? Цель наша заключается в том, чтобы остановить власть и ее оборзелого двойника. А кто оборзелый двойник? Это Рыжков, Касьянов, Немцов и другие, которые волокут в распад страны. А вы альтернативный митинг собирали в этот день? Да, да. А мы собирали альтернативный митинг. А можно вопрос? И выдвигали в нем программу СССР 2.0. Восстановление советского образа жизни. Восстановление справедливости. А вы занимаетесь национальной изменой. Да что вы говорите? Да да. Доказательство. Да мы хорошие. Доказательство. Да. Господин Курдинян, вы параной. Да, это национальная идея. Больной на всю голову. Это национальная изменов. Это подрыв Конституции. Я в отличие от вас сибиряк, патриот России, а вы паранойик, больной на всю голову. Вам лечиться надо, господин Курдинян. Вот вы кто? Не программы вести, а лечиться, господин Курдинян. Вот вы кто? Можно я вопрос вам задам? Да, пожалуйста. Можно я вопрос задать? Врачи в студии. Вот моих коллег, господин Гуркин, моих коллег вы уже назвали двойниками или там кем еще, и они уже власти были, там к посольству ходили наймиты госдепа. Да, да, да. Нет, вы туда ходили? Я туда не ходила. А, господин Рыжков? Ходил. Ходил. И еще раз пойду. И еще пойдет. Для того, чтобы вы, господин Параноик, вот убились об эту трибуну. Да я обязательно, я не убьюсь об эту трибуну. Потому что это норма политической жизни, когда политики встречаются с другими политиками, это норма политической жизни. Только для вас, господин Кургинян, это национальное предательство. Вы параноик, больной на всю голову, господин Кургинян.